Наталья Погорелова Она придет на работу. С тех пор, как сменила городской кабинет, на фермерское поле прошло более 10 лет. Тут ее ждут всегда. Кормилицы мои, здравствуйте. Давно я вас не видела. Как дела у вас сегодня? Никто вас не обижает. Умницы мои, хорошие. Ну идите, идите, гуляйте. В 2007-м горожане Погореловы приняли решение «Едем в Ядрино». Купили уцелевшее имущество и скот у местного колхоза «Банкрота». Инженер-технолог завода «Каммаш» и ее супруг, также человек далекий от агробизнеса, отважились на нелегкую фермерскую долю. Началась жизнь по новым правилам, которые Погореловы выучили с нуля. Кто-то, наоборот, поддерживал, приветствовал, а кто-то говорил, зачем вам это нужно, да вы не подтянете, колхозы развалились, а вы беретесь, то, что уже вроде бы как бы убыточно. Ну мы ни на что не глядя, в общем-то, в принципе, взялись и вот работаем. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Теперь вся жизнь и работа. Даже не верится, что когда-то было иначе. Без этого хозяйства и любимых кормили. У коровы молоко на языке. Как поела, так столько и дала. Ваши хорошо кушают? Ну, надеемся. Видите, какие чистые, сытые, упитанные. Наталья с гордостью показывает нам свое многочисленное стадо. В хозяйстве более 200 коров. Сытые и довольные буренки внимательно слушают наш разговор. Что за порода такая? Ну, породы здесь, в принципе, у нас в основном или черно-пестрые породы, вот такого плана. Или вот сементалы. Вот глаштилизированные сементалы. Только вот три породы, да. Такие вот основные. Вот черно-пестрые молочного направления коровки. Вот такого плана, вот такого. И это мясо молочного направления сементалы. Вот они так слушают, такое ощущение, что они понимают, что это про них. Конечно, понимают. Они все понимают. Видите, какие они смотрят на вас, смотрят любопытные. Они все понимают. Погореловы рискнули, и у них получилось воплотить в жизнь цель. Не только обеспечивать себя и близкие хорошими, качественными продуктами, но и построить свой небольшой и современный бизнес. Отдача будет, когда в дело вкладываешь душу. А как иначе? Все это мое, наше. Все, что с мужем мы сделали. Чтобы развиваться, потребовалась помощь государства. Наталья защитила бизнес-план и получила грант. На протяжении вот этих вот 11 лет, сколько мы уже это, мы, естественно, заменили стадо, значит, заменили технику новую. За это время получили грант. В 2015 году мы получили грант. На грантовые деньги мы закупили первотелок. Вот. От них уже у нас пошло потомство. Мы сдаем молоко. Вот. Ну, что еще вам сказать? Поддержка государства. Насколько она важна фермерам? Насколько она нужна? Ну, поддержка, я считаю, что поддержка государства очень важна фермерам. Они ее, можно сказать, ждут. Потому что все-таки вот эти вот цены на электроэнергию, цены на топливо, еще, значит, цены, они очень высокие. И все-таки сам фермер, он не справится. То есть ему нужны субсидирования, нужны вот гранты. То есть небольшой толчок все равно нужен к этому, чтобы как-то вот себя реализовать. Молочные реки и сырные берега – это только в сказках. В реальной жизни немало проблем и забот. Заготовка кормов, рынок сбыта, цены. Хотелось бы, чтобы поменяли цены на уровне государства. Потому что цены на молоко, конечно, сейчас по сравнению с прошлым годом даже упали на 2 рубля. Своей продукцией Наталья гордится. Если делать все на совесть, тогда и люди останутся довольны. За сутки надавим полторы тонны молока. Ежедневно отправляем на маслозавод. Плюсы у нас реализация молока идет на рынке. У нас есть торговая точка, мы населению продаем. И продаем молоко. Приходят к нам на ферму люди, которые живут в городе, в ближайших деревнях. Они приезжают, покупают наше молоко. Сливки мы делаем, творог мы делаем из нашего молока. А так мы основную массу молока сдаем на завод молочный, город Карачев. Вкус экологически чистый и очень полезный своей молочке ни с чем не сравним. Натуральные продукты экологически чистые, они все равно, как говорится, возьмут свое, будем так говорить. Потому что люди сейчас, в последнее время, я стала замечать, что люди вообще тянутся. Тянутся именно покупать экологически чистое мясо, яйца, молоко, творог. Все вот это вот. То есть они стали понимать, отличать от фальсификата и натуральные продукты. Такие энтузиасты, как Наталья Погорелова, необходимы селу. Оно держится на таких людях. Фермерство для Мценского района является гордостью, надеждой и опорой. В настоящее время в Мценском районе ведут свою деятельность 35 крестьянско-фермерских хозяйств. Это основа деревни, потому как это люди постоянные, это люди, которые в постоянном контакте и с властью, и с людьми, с теми территориями, на которых они живут. Поэтому, конечно, первая поддержка только от них. Это и по дорогам, это и по различным акциям, по помощи и в социальной сфере, и в культурной, и во всех мероприятиях, которые проводятся на районном уровне. Что касается будущего, то все чаще фермеры говорят так. Оно за кооперацией. Вместе вести хозяйство и переработку легче. Любой бизнес нацелен на результат, но людей труда привлекает не только прибыль. Здесь, наставших родными в просторах, отдыхаешь душой, говорит Наталья Погорелова. Наталья Фехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.